я здесь паха за чемпионом юси в тяжелом весе следишь за томом аспиновом да невероятно крутой чувак когда происходил твой трансфер из беллатора в пфл не было для предложения от лиги эйсе и вернуться я улыбался и он и рассмотрел типа да да чувак ты вязался в это сам хорошо федор эмиляненко с пластиковым стаканчиком по моему и джошем барна там рядом у них по моему там водочка у тебя же раньше и не было миллиона на кону тоже долларов нигде он и не стоял да это точно была какая-то история как он плохо над тобой пошутил или что ферлан еще был недовольный край мной я в принципе понимал человека не смог даже остановить удар ножом в сердце представляешь у него смысле физически есть сегодня в гостях увестник мм и участник гран-при пфл 2024 самый маленький тяжеловес самым большим сердцем сергей белостенный серёга привет привет ты всех благодарен еще первое что хочу сделать это поздравить тебя с победой непростой бой получился непростой соперник и хочется сразу же тоже поговорить по бою какое вообще ощущение вот все-таки чувство удовлетворенности в первую очередь или наоборот чувство неудовлетворенности потому что ну очень сложно получилось слушаю благодарю тебя за поздравление на самом деле чувство удовлетворенности на первичное потому что честно кайфанул кайфанул прям клево подрались то что не финишировал вы так и так сложилось ничего страшного там нет вот хороший оппонент хороший фраг а вот последние 10 секунд когда у тебя проблемы возникли ты даже капу сплюнул ты просто уже понимал что осталось здесь секунд или действительно у тебя проблемы были слушая не помню даже вообще то есть еще не пересмотрел поединок ничего не помню помню наверное только первый раунд и как присел в угол дальше уже ничего не помню что там благой шел вперед я понял что благой шел вперед всегда и это не нравилось я старался как-то отвечать нанес по моему больше ущерба ну то есть я имею ввиду свое ощущение авария поединка вот поэтому в общем и целом я получил колоссальное удовольствие первого раунда я помню четко что я встал и посмотрел в угол благого улыбаясь я улыбался и он именно смотрел типа да да чувак ты вязался в это сам я говорю хорошо клево клево провели время на самом деле для меня это действительно хороший поединок в плане опыта то есть все пошло изначально не по плану все пошло прям совсем не по плану то есть как бы я планировал двигаться смещаться в левую сторону заходить за переднюю ногу бить больше бить задней рукой а мы просто стали друг перед другом и начали битвы клево клево хорошее время хорошо что мы не спрашиваем про план на бой вопросе вы появились расскажи немножко про замену изначально ты должен был драться не с благим и он появился вообще в гран-при pfl буквально ну для зрителей за 10 дней по моему для меня он появился по моему за три недели что такое да я изначально должен был драться с бруно капиллозой это соперник вадима немкова вот мы должны были драться с ним и перед этим мы там тренировались достаточно долгое время в штатах вегасе спринговали много с ним хороший ударник но почему бы снялся и на самом деле когда мне сказали что у меня благой и я так понимаю я был это время в старом москоре федор владимирович там вообще команда февер тим сказать что как вроде как подарок а это совсем не подарок я же знал что это не подарок это левша неудобно левша ни разу не тронутый в плане финиша поэтому мы согласились естественно потому что хотелось биться я готовился достаточно долго в общем так все произошло до человека не смог даже остановить удар ножом в сердце ты становишь у него смысле физически есть шрам слушай а от федора было какое-то наставление просто благой иванов чем он вообще известен тем что в свое время сделал сенсацию по боевому самбо и смог федора победить да да я знаю это мы кстати общались насчет этого света я так понимаю там просто ну как ни в коем случае не оправдывая никого я так понимаю что просто сложились обстоятельства в общем да я знаю что была победа над федором владимировичем по боевому самбо и в целом и потом федору владимирович или после этого или перед выигрывал вообще ну мы общались разговаривали что мы не уступчиво левша в перерывах перед этим у федору владимирович был план что я дерну он пойдет вперед я ударю попаду и добью но так не вышло а почему ты не пересматривал бой по сути же прошло уже сколько четыре дня три дня с момента боя и достаточно необычная история особенно учитывая то что ты не помнишь что там происходило если бы там все было явно то я бы мог бы это понять а ты вот не очень помнишь что было и при этом нет желания пересмотреть нет насчет того что явно я понимаю что четко что я забрал два раунда четко то есть второй третий я забрал потому что я во втором потряс хорошо его активность угол клетки она не была явной и третья просто за счет того что я дергал провалил и бил одиночные серии но я как бы я понимаю что я забрал бой я не помню именно моменты каких то значит там четких моментов мне даже скажешь что там четко с переводом было я не помню почему я не помню я понимаю то есть там были попадания по мне хорошие мой разум наверное затымался немножко не пересматривал миша а я на самом деле не пересматриваю поединки свои в общем дело то есть как ты я не могу тебе сказать что я получил удовольствие колоссально то что присматриваю поединке возможно я пересматриваю свои тренировочные спарринги какие-то тренировочные моменты но бои что-то как-то не могу сказать что я получаю это удовольствие ну дело же наверное не удовольствие а вот ошибочки какие-то найти я понимаю в процессе то есть например с ситуацией влаги я понимаю что я просто принял его поединок его манеру его манеру вести поединок и на самом деле для меня это важно потому что по сути я победил его стихию он шел вперед я контратаковал просто оставался перед ним там я понимаю ошибки то есть я остался перед ним недостаточно заходил в сторону но не было плана у меня был план на обоих плане того что я должен был с задней ногой делать нижний уровень то есть внутренний лоукик корпус и потом переводить на голову я этого не делал с первых же двух внутренних лоукиков я отбил ногу на данный момент она достаточно большая то есть она пухла я отбил ногу и все то есть моя задняя нога выбыла и приходилось работать с тем что есть как бы ну проработали в общем насчет ошибок в целом я в процессе понимаю что происходит типа не так поэтому там бороться бороться наверное смысла не было не знаю в общем возможно я посмотрю потому что большое количество хороших отзывов получил после этого поединка я имею ввиду не в плане там фанатов или кого-то еще а в плане руководства там подходили ко мне и Рейс Эфо и дядька который выиграл по моему первый гран-при и второй гран-при сейчас являюсь комментатором я забыл как зовут ну улыбчивый парень который всегда на взвешивание выходил спицей там с кем-то приколами я тоже не помню как его зовут да 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 все верно вот они как бы хорошо меня отмечали поздравляли и говорили что это хороший поединок для меня поэтому наверное стоит смотреть наверное стоит смотреть расскажи как получился вообще переход в PFL изначально я так понимаю что ты же все таки был бойцом БеллатР и сейчас ну PFL выкупили БеллатР это все там знают но есть некоторые бойцы которые пока еще остались в БеллатР многие бойцы из России жалуются и в итоге возвращаются например там Шаравдалат Муродов тоже вернулся и сейчас находится ну будет драться ВСА и не только он расскажи эту ситуацию как ты перешел я так понимаю я так понимаю что просто тяжеловесов меньше тяжеловесов на порядок наверное меньше нам предложили перейти либо ждать достаточно долгое время типа там что лето обозначали что лето как бы и то не факт что то такое и поэтому сказали что вот есть возможность выступать сейчас да да нет нет все сказали да я прям сразу сказал конечно да то что у меня был в период в карьере когда я ждал там достаточно долг там 6 месяцев я надрался вот и не хочу ждать пока есть желание налобиться и все мы подписались мой менеджер сказал что вперед есть вот такое предложение а по условиям вам сохранили те же контракты которые были в БеллатР или улучшили да 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 все так же то есть ну у меня я знаю кто я никогда не интересуюсь за цифры ребят остальных у меня получается как был шаг и такие условия то так же сохранилось и вправу просто как я понимаю вот история например Александра Шаблия достаточно грустно что они должны были с Усманом драться за миллион долларов и в итоге миллион из уравнения как я понимаю на данный момент вычли в итоге они просто за хороший гонорар дерутся я не знал историю про миллион ну в смысле они же будут драться они будут драться но изначально стоял миллион на кону в БеллатР гран-при а теперь у них не стоит миллион на кону ну как я это знаю может быть ошибаюсь ну слава богу слушай дерутся я знаю насчет того что там например Жора Айвазян вообще не будет драться то есть он как бы ждет ждет и мы общаемся с ним как бы я узнаю насчет этого обидно обидно ну не обидно просто досадно когда ребята не выступают потому что пока есть желание надо выступать правда а в этот раз в гран-при пфл тоже стоит на кону миллион правильно ведь по идее да ну то есть ты в контракте это смотрел я про то что сейчас все равно какое-то идет объединение лиг может быть они что-то тоже поменяли нет нет все так же все так же насколько вообще мысль о том что ты сможешь стать обладателем миллиона долларов тебя тревожит абсолютно никак не тревожит я смотрю даже вот сейчас в поединок я не смотрю дальше оппонента и у меня в целом никакого не было то есть типа есть оппонент есть дата необходимо побеждать как минимум прикладывать усилия свои чтобы побеждать и дальше дальше будем смотреть ну у тебя же раньше и не было миллиона на кону тоже долларов нигде он и не стоял да это точно но я не могу сказать что это сильно меня заботит как бы хочется побеждать просто сейчас такое время знаешь что мне хочется выступать и побеждать ведь я понимаю четко что есть ребята взрослее меня которые являются заложниками ситуации в плане того что типа нет куда идти и нету какие-то профессии нету чего-то просто а уже выступать не так охота мне как раз выступать охота пока охота я хочу выступать если не будет охота это уходить что-то если не будет охота будет охота крепкая это смешно это неплохо спасибо было было сейчас я вот вообще не знаю следишь ли ты за нашим телеграм-каналом у нас есть увестник мм и телеграм я захожу периодически у меня скапливается какое-то количество новостей там типа плодаста иногда я захожу там новости UFC смотрю клево клево я кстати очень доволен твоим телеграм-каналом спасибо вот я тоже и я уже предположил до того как совершились ваши бои я на самом деле кстати спасибо тебе заработал довольно неплохо на турнире PFL сделал ставочку ты делаешь ставки да? не часто но когда знаешь какой-то верняк воздержусь да это вообще не про ставки заход просто спасибо еще очередной тебе хотел сказать и я уже увидел ну состав участников в тяжелом весе и там просто есть четверо бойцов из России четверо топов причем топов мотивированных есть реально там уже такие вышедшие немножко в тираж бойцы и для меня стало очевидно что будет такой русской в итоге гран-при ты будешь молдавский Денис Гольцов Олег Попов и мне кажется что вы очевидно выйдите в финал и будете между собой драться при этом когда я рассказал ту историю у себя в телеграм-канале назвал это русским гран-при PFL еще и предложил чтобы в финале победитель этого гран-при подрался с Вадим Немковым все закидали дизлайками не хотят на такое смотреть особенно после истории с Павловичем и Волковым но при этом вот вы по сути три человека представляете старое ну тренируетесь в Старом Осколе не представляете да наверное тренируетесь в Старом Осколе вы как-то это обсуждали я понимаю что ты говоришь вы это обсуждали не большая пауза но перед тем как продолжить наше интервью совсем скоро совсем скоро состоится турнир каждый турнир не было не было такого что мы прям разговаривали об этом но как-то не хочется прямо вот если брать Валентина и Олега мы прям хорошо общаемся понятно что Вадик Вадик вообще как старший такой лидер а Федор Валимович еще старше хороший хороший коллектив нет такого что не хочется думать знаешь даже об этом пока пока наслаждаемся победами там дальше если что-то скажут то будем связываться наверное первое я уже говорил где-то это что мы первые свяжемся с Вадик Владимировичем как бы нужно связаться с отцом и понять что делать дальше собственно просто по сути вы сейчас занимаете там лидирующие строчки там еще есть Джеймс он набрал 4 балла у тебя 3 балла у ребят за финиш чуть попал извините ребята что вы говорили что возможно сведут еще раз победителей со всеми проигравшими и что типа как бы если кто проиграл действительно там второй раз проиграет выбывает и дальше там полуфинал-финал что-то такое честно после двух кругов считают баллы и выбирают оттуда для гран-при 8 человек по-моему или четверо вот так и все вот так и все работает я понял ну то есть пока что не было никаких у вас историй о том что там просто в свое время когда команда Федор Тим правила в мире боевого самбо и встречался например Федор Владимирович с кем-то из ребят которые тоже представляют старый оскол просто жали руку Федор там делал бросок и ему доставалась победа ну так профессионалов не сделаешь не знаю будем что-то думать мы разговаривали пару раз типа вот что мы разговаривали с Олегом и с Валентином то что типа тебе задают вообще такие вопросы я говорю пока не задавали потом задали и ты второй уже человек который задает этот вопрос пока не хочет даже думать об этом как-то ну когда наступит момент условно типа уже решение какого-то нужно принимать просто ситуация в том что я имею ввиду двух человек типа Олега и Валентина мы прям неплохо общаемся мы прям очень хорошо общаемся понятно что Валик там еще лучше мы общаемся там все такое мы хорошо проводим время рядом друг с другом не знаю будет что будет посмотрим А как выглядит хорошее общение с Валентином Молдавским и Олегом Поповым это какая-то рыбалка или что просто ты-то более молодежный какой-то помимо тренировок мы проводим какое-то время вместе условно то есть там завтракаем ужинаем обедаем на сборах мы спаррингуемся мы достаточно жестко спаррингуем сейчас полчаса Олег был в Таиланде а мы с Валентином мы готовились вместе достаточно жестко спаррингуемся проводим какие-то тренировки там общаемся делимся каким-то опытом то есть он говорит мне что не так там с его точки зрения я ему говорил что не так стоит с моей точки зрения это очень важно на самом деле мне это нравится Расскажи как выглядело празднование после победы команды Федор Тим потому что вас было много там пять человек было какое-то прям празднование потому что есть такая супер заверсив ну заверсившаяся в прошлом фотография Федора Емеляненко с пластиковым стаканчиком по-моему и Джошем Барна там рядом и у них по-моему там водочка не факт что это водочка но что-то они там выкрывали да отдыхали нет мы поужинали мы поужинали просто условно я Валентину Олегу гостили всех ребят ужином и надо было идти спать потому что а нет потом получается мы пришли в отель и Федор Владимирович Вадим Валентин тоже остались с руководством а я пообщался с болгарами потому что у Благова там достаточно большой болгарский комьюнити я пообщался с ними и пошел в номер потому что хотелось отдыхать как-то но мы хорошо поужинали посидели пообщались Федор Владимирович был недовольным крайней мною я в принципе понимал его вот и но был доволен знаешь той мыслью то что он когда-то мама говорила я ему это сказал когда мама говорила что я смотрел его поединок наверное не наверное точно он дрался с Джехом Монсоном вот я смотрел поединок мама зашла в комнату и говорит типа вот когда-то он будет у тебя в углу и ты победишь вот так и это все знаешь произошло я так говорю Федор Владимирович и я был там доволен мне в принципе все галочки были расставлены поэтому я в целом воспринимал его замечания очень хорошо но как бы хотелось просто идти отдыхать с зеленой галочкой победы все хорошо а вообще его критику выслушивать тяжело ну он строгий дядька строгий федор Владимирович достаточно строгий причем вообще во всех аспектах в аспектах технических действий там плана бой какие-то в первый раз я столкнулся получается что он был в углу и в перерывах между раундами я в первом раунде сказал слушайте я окончился он говорит как окончился надо выигрывать что ты думаешь вообще я смотрю такой настрой у всех да да надо выигрывать точно строгий строгий я понимаю что дисциплина и вообще в тренировочном режиме он строгий да слушай а перед тем как спросить тебя о чем ты общался с болгарами просто сейчас подумал а ты говоришь что там не пересматриваешь бои а вот в чем была причина того что у тебя после первого раунда закислился да ты или что случилось слушай да я встал чуть-чуть не знаю может акклиматизация я сейчас начинаю почему-то от кашлят мокроту потому что я болел я говорю все на самом деле для меня я вижу наверное ситуацию много проще что я просто принял его поединок то есть я просто встал напротив него типа давай обмениваться давай окей я типа такой согласился на это мой план был чуть-чуть по другому двигаться переводить нижнюю ногу наверх бить с рук кидать дальнюю ногу он сразу на меня попер и как бы так с болгарами общение мое выдвину знаешь достаточно такое странное мне было очень приятно с ними пообщаться я зашел зашел в обе и там был человек который выставил камеру напротив меня и только типа садись я сел и мы начали общаться я понимаю что они снимают а язык какой русский болгары старого поколения общаются на русском хорошо понимают и общаются хорошо вот мы пообщались было очень приятно потом они мне сказали что влагову повезли штопать ну в смысле шить вот и что-то мы там поболтали он говорит сколько тебе вообще лет откуда ты вообще кто-то такой-то я сказал какого я виду спорта все такое ну что-то в общих чертах я себе рассказал было приятно потом пошел отдыхать а это какие-то блогеры да получается были нет это вообще я так понимаю то ли там первые одни из первых тренеров влагового и менеджера это прям близкие люди богово которые были с ним рядом забавно что они не знали про тебя хотя ты дрался с ним ну перед этим затем не знаю ну какой-то тип там как тебе в техасе клёво клёво сам антонио хороший город приятный видишь для меня еще важно что как бы я первый раз победил в штатах интересный туристический город такой в два этажа то есть там первый первый уровень это такое там река саннатонио течет вот интересное место можно погулять вверх это ну центр города как бы мы жили в центре в хорошем отеле приятное хорошее место вообще на самом деле сон гуляли мы прямо достаточно много то есть там прям забивали ноги прогулками видать не было на что делать мне понравилось мне очень понравилась правда я ожидал правда другого зала потому что рядом была арена и я до конца не знал где надо убиться была какая-то арена рядом я думал тебе надо убиться в огромном здании мы пришли и это достаточно маленькое здание но все равно клево-клево. С пушками все ходят? Не заметил, но я так понял, что мы были в том месте, где происходили исторические события в плане мексиканцев и американцев, что-то такое, потому что какие-то крепости стоят, что-то такое. Надо почитать, я оставил себе заметки, что надо обязательно узнать исторические подробности города Сан-Андония. Слушай, это достойно. Что из Америки привез? Максу Гришину привез мармеладки. Надеюсь, законно? Да, конечно. Он мне прям скинул, типа, Сергей, вот эти мармеладки. Я говорю, понял. Привез какие-то вещи к супруге родителям. Ну, такое. Ну, как обычно, наверное, все так водят. То есть, мы в первые же дни поехали в аутлеты. Ну, наверное, это чисто такая русская тема. Поехать в аутлеты где-то что-то закупить. Какие-то вещи там купили. Он еще приехал, я понял, что я забыл компрессионки все. И компрессионки, ты понимаешь, да, про что я говорю? Компрессионки трусные. В которых, извините за подробности, необходимо выступать. Мы сходили, там что-то купили. Нормально. В принципе, до этого я даже не было мысли посетить магазин, а тут хоть я такой, магазин. Я уже что-то знаю, уже на опыте там что-то. Как-то двигались. А как твой язык, кстати, английский? Ты же вроде немного говоришь. I speak English. Точно, точно. Чуть-чуть общаюсь. Little bit. Little bit, конечно. Я так понимаю, чуть получше. Сейчас планирую посетить какое-то время. Просто я не имею с точки зрения спортивной составляющей. Просто хочется узнать, потому что я четко осознаю, что это большая просто свобода для передвижения, для общения, для донесения информации во всех странах. Потому что английский все-таки, ну, мировой язык. То есть все общаются в английском. Да. Мы с тобой поговорили про тяжеловесов из Федор Тим, но там еще был и Денис Гольцов. Денис Гольцов вообще в свое время, сейчас, по-моему, тоже представлял команду «Самбо Питер», команду по боевому самбо, которая как раз конкурировала всегда со Старым Осколом. А, я даже не знаю. Ну-ну. А с Денисом какое-то общение у вас было? Да-да, мы пообщались перед, по-моему, выездом. Ну, как приехали, ну, несколько раз общались, даже когда уже в аэропорте сейчас общались. Денис, очень приятный человек, как бы, ну, для меня, по всякому случаю. Вот, плюсом, перед этим мы когда общались с ним на турнирах ACB, да, наверное, ACB еще не было. Пообщались, успели пообщаться с Мишей Циркуновым, он был у него в углу. Ну, поэтому, ну, как-то приятно, достаточно приятное время. Когда происходил твой трансфер из Беллатора в PFL, не было ли предложения от лиги ACA вернуться? Не общался. Когда-то, я помню, что мне сказали, что тут что-то я в OpenFC дрался, и мне сказали, что есть вариант подраться в ACA. Но тогда я выступал за Питерскую команду и мне сказали, да нет, какие-то такие вещи. То есть, пока судьба не всего у меня с ACA, но я понимаю, что в целом, наверное, я могу обратиться к ним с просьбой, там, условно листок и долгий простой податься там. И, на самом деле, сейчас там очень яркие поединки, очень яркие события. Это факт. А вот Беллатор славился тем, что давал возможность бойцам выступать не только у себя, а PFL, в этом плане вы тоже общались. Есть ли вероятность, что тоже ты там, пока будет какое-то время, не знаю, условно простое, но надеюсь, его не будет, ты сможешь подраться здесь? Не разговаривал, не знаю. Мне кажется, на время Гран-при такого невозможно. Но, в целом, в общем, в целом, когда, короче, были вот, не простое, а, в общем, когда, получается, я подрался второй бой в Беллатор, и мне сказали, что там, подожди пока. Мы рассматривали возможность проведения матча по боксу. То есть, есть какие-то супербои, здесь по боксу что-то такое проходит, знаешь же, вот, там, условно, там, Вагапов дерется с Кудряшовым, что-то такое, короче. Мне интересно, в принципе, по боксу я подрался бы с удовольствием. А кого соперниче предлагали? Вообще, мне с Вагапом предлагали какой-то бой, там, вот, мы с тобой даже общались насчет этого. Это, прям, мне первым предложили, это куда-то, да, да, что-то там, потом, вот, как-то еще не срослось. Не знаю, короче, возможно, как по боксеру, но это не точно. Пока есть поединки по ММА, и я с радостью их понимаю. Теперь хочется тоже поговорить немножко про другие мои интервью. Я недавно записывал Тарас Кияшко, главного тренера команды Стрела, обсуждала с ним бой Павловича и Волкова. Есть, я его тоже хочу с тобой обсудить чуть позже, но я удивился, потому что, ну, я знал, что ты проводишь сборы Федор Тим, но я не знал, что ты в команду их вступил. И он рассказал, что хоть вы в хороших отношениях, ты уже не представляешь Стрелу. Он говорил про Рать, но мне просто всегда казалось, что Рать это больше не как клуб какой-то, да, где тренируешься, а это именно менеджерская история. Как вообще получилось так, что ты Стрелу покинул? Мы с тобой просто, видать, давно не общались, слушали. Да, капец, долго. Все очень просто, получается. Я ждал 26 месяцев в команде Стрела поединка. У меня, на самом деле, нормальные отношения, в принципе, с Тарасом. Я 26 месяцев ждал поединка, мне не делали этот поединок, хотя мне приложили третий или второй. А, второй контракт в ACA. Но, как бы, по суммам он был значительно больше, чем просто оставлять на второй контракт. Мы общались с ребятами, у кого там второй, третий контракт, они говорят, что это лучше, чем они имеют цифры. Пождал, потом понимая, что смысла как бы нет, ждать, чтобы надо двигаться, появился такой человек, как Николай Дедик с... Сечи. С Питера. Сечи про, да. Он сказал, что я могу делать тебе поединки. Я говорю, давайте что-то делать, конечно, потому что хочется драться пока. Просто он понимает, что пока хочется драться, надо драться. И ты это четко понимаешь тоже, я думаю. Как бы, в плане того, что отдача твоя, она будет просто искреннее, как бы. Он говорит, я могу тебе делать поединки, вот там типа OpenFC и все такое. Я говорю, окей, да где-нибудь просто хочется драться. Мы начали драться, потом у нас возникли там некие разногласия, в плане того, что... Просто витенье вообще как таковое на менеджерскую деятельность, на деятельность команды. Я решил покинуть. И Александр Скорейдин, который предлагал еще, когда я был в стреле у Флона, там, или там покидал стрелу, предлагал у Флора, там, он оказался на связи. И он говорит, слушай, ты вот у нас так все, у нас все просто, мы народная команда Рать, мы команда чемпионов. Ты вообще хочешь двигаться, что-то делать? Я говорю, слушайте, да вообще, да. Он говорит, у нас есть хорошие флоры, давай двигаться вместе вперед. Я говорю, окей. Да и все. Как-то мы начали вместе общаться, потом увиделись в Екатеринбурге. Я поехал с Дмитрием Тебейкиным. Он выступал, я поехал с секундантом. Увиделись, начали общаться. Он говорит, слушай, вот так вот так. Я на самом деле обожженный, то есть у меня было несколько команд, которые, как бы, до конца не выполняли свои условия. То есть я, как спортсмен, выполнял свои условия. Он говорит, слушай, у нас вот так, у нас все просто, у нас вот так, так, так и все. Я говорю, так супер, давайте работать. Он говорит, давай. Все. И я пришел выступать в команду Рак. Чем безумно вообще счастлив. Это действительно очень конкурентный состав. То есть у нас действительно очень хорошая команда. Типа ребята представляют хороший уровень во всех ЕСах. Клевая команда, я счастлив. Ну, да, и Саня Скорядину респект, тоже мой хороший кореш. Точно. Точно. Александр Скорядину очень крутой тип. Короче. Точно. Давай теперь про Волкова и Павловича. Это ребята, с которыми ты вместе спарринговал, проводил сборы. Как ты эту новость встретил? И вот тебе, как человеку, который с ними двумя работал, этот бой интересен? Насчет того, что интересен, я не могу сказать. То есть типа, что я бы посмотрел, то нет. Новость встретил, ну, как бы, такие у меня были двоякие чувства. В плане того, что я понимал, что это крутой поединок для тяжей UFC. Освежит, освежит точно там карты. Но, с другой стороны, это два соотечника, которые собираются драться и бить с утра другу. И я до конца не мог поверить то, что согласиться об лагере. Я хочу напомнить тебе, что вас в PFL как минимум четверо. Да, я знаю, я знаю. Все это понимаю. И, как бы, там какие-то новости я до конца такой, типа, ну, наверное, там что будут решать как-то. Потому что до этого были какие-то разговоры того, что если Александр встречается с отечественниками, то есть это либо титулник, либо титулник, что-то такое. Я помню, что такие какие-то разговоры. Вот. Ну, и все равно сейчас. Я не знаю даже, к чему-то пришло все, но... Чувствую, у меня были двоеки. В общем, я, в принципе, был понимал, что это достаточно свежий тростер. Ну, такой поединок. Но, с другой стороны, я был недовольен, что это два парня, которые тренировались в одном зале и будут бить друг друга. Вот, зная их потенциал, насколько яркий бой должен получиться? Я думаю, это не быстрый, это не долгий бой, наоборот, это быстрый бой. То есть, скорее всего, это быстрый достаточно финиш, скорее всего, в первом раунде. Ну, ярко, ярко, два бьющих человека. То есть, там Серега чуть побольше бьющий, он бьющий с обоих рук. Александр берет ножом плюсом, использует хорошо дистанцию свою. Ну, крутой бой для тяжей, это крутой бой, да, безусловно. А с кем тебе было сложнее спарринговать, когда вы в стреле тренировались? Ну, наверное, Сергеем, Сергеем. То есть, Серега, он тяжел к ним подобраться, то есть, его защита тяжелая. Ну, непонятно, знаешь, мы с Сашей очень много просто спаррингов провели, то есть, больше, чем с Сергеем. И поэтому, там, с Сашей, мы, условно, знали друг друга, как, там, свепить пальцы. Мы выходили и примерно понимали, что друг от друга ожидали. Наверное, может, на фоне этого, но Сергеем был, в самом деле, да. Если, ну, я знаю, что ты не ставишь, но все равно, фаворит кто? Кто для меня фаворит? А, наверное, Сергей. Наверное, Сергей, да. Это тот бой, который ты будешь смотреть в прямом эфире? Нет, нет. Точно нет. Но, как бы, там, Сереги на бои мне близки. То есть, я, в принципе, сам на бои не смотрю, как бы, я бою, бои с Серегей смотрю. Вот, и... Ну, это не тот бой, который, скорее всего, в прямом эфире. Если, условно, там, это будет близко по человеку поясу, то я посмотрю. А так нет. Но, Сергей, бои мне близки, я Сергея бои отсматриваю, а Саша не смотрю, нет. А есть вообще какие-то бойцы, на которых ты можешь проснуться, вот, там, в 4 утра, условно? А кто это? Это Никита Кровов. Вадим Юнков. Это... Ну, Сергей Павлович, да. Сергей Павлович, да. Ну, и ты имеешь в виду, ты имеешь в виду, из российских, да? Да, наверное. А есть не из российских, кто-то? Это Шара, скорее всего, это Шара. Шара Булли, да. Так, наверное, знаешь, как, Миша, там нужно иди по ликом, типа, я тебе могу сказать вот тут словом. UFC, давай посмотрим там. Мне кажется, в принципе, ну, ты сказал 4 имени и я, в принципе, доволен. Это достаточно, да? Ты понял. Да. Я вот хотел узнать, а почему на Александра Волкова-то лень просыпаться, потому что слишком хорошо его знаешь или он слишком скучный? Нет, не скучный, не хорошо знаю, просто не близок, знаешь, нет отклика. То есть, ну, как бы технически я понимаю, что Саня очень крутой, он делает там большой арсенал, достаточно мило. Но мне просто технически как бы не близко, не близко совсем. То есть, ну, как бы бьется, бьется вперед. Есть ощущение, что PFL это немножко непонятная лига, во-первых, турниры она проводит в четверг, во-вторых, вот и гран-при тоже она набрала, хотя это американская лига, чисто из русских топчиков, которые точно побьют там, да, своих, ну, не точно, ладно, 95% побьют своих оппонентов, все встретятся в гран-при, вот я не понимаю, то есть, да, зачем американской публике на это смотреть. Вот тебе, когда ты там был, как тебе вообще вот Vibe PFL в плане, не знаю, зрителей, в плане отношения к тебе, лиге, понятно ли, вот, я понимаю, что ты вот хочешь сейчас именно драться из-за того, что был долгий простой, но вот какую-то концепцию, место, где ты выступаешь, ты понимаешь? Да, то есть, я понимаю четко, что это приближенно очень к UFC, это даже не Bellator, то есть в Bellator чуть послабее в этом плане. Это очень хорошо приближенно к UFC, то есть они, где могут принимать участие в жизни бойца, организация, они максимально принимают участие. Но я, да, для меня некоторые вопросы, типа, условно, то, что Оревенов такие, они маленькие, еще и половину, там, половину мест просто не заняты. Мне, как бы, задаются, ну, как бы, безусловно, задаюсь вопросом, типа, а на чем вообще существуем-то, за чьи работаем, за чьи двигаемся? Как-то так происходит, не знаю. Ну, то есть, я доволен в плане того, что, как, там, отношение ко мне, там, плюс им хонорары, слава богу, и то, что говорят, что вот тогда-то, куда-то дерешься. Ну, периодизация и организация, но у меня есть вопросы, как у тебя, скорее всего, да. А вот, кстати, в плане отношения, мы знаем там все, что, когда ты приезжаешь на турнир UFC, тебе дают там целую сумку со всяким классным шмотом. А что в этом плане у PFL? Вот, приезжаешь ты в гостиницу, что? Слушай, на самом деле, я единственный эскарда, который остался без штанов от спортивного костюма, которому сказали, их партия придет завтра, и потом такие, сегодня пришла, сорян, чувак. Но, да, костюмы выдают, то есть, большие, там, условно, выдают сумку, в которой есть, там, костюм спортивный, есть какие-то, там, еще дополнительные вещи, типа, там, худи, тренировочные какие-то вещи, что-то такое. Ну, близко, очень близко. Плюсом, там, питание, там, суточное, как бы, я понимаю, что это близко, и они хотят либо конкурировать, либо просто хотят, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Есть ощущение, что чемпиона Гран-при могут свести с главной звездой промоушен, это Фрэнсис Нагану. Визуализировал ли ты вообще, вот, какое-то противостояние с ним, и можно ли назвать, что, там, бой с Фрэнсисом, это, там, какой-то бой мечты, или такого вообще нет? Бой мечты нет, но, когда-то я думал об этом, что, типа, вообще, почему чуваки отходят от него, типа, надо, наоборот, идти вперед, как бы же дистанция большая, и если у тебя антропометрия меньше, то, типа, когда ты сближаешься с ним, то высок шанс попасть просто. Я раздумывал на какие-то такие моменты, насчет гипотетического боя, там, с ним, я не думал, но вообще, я понимаю, просто, что с ним надо идти вперед, как бы, не давать большой рич, типа, надо сблизиться и ударить, если ты быстрее попадешь, то ты быстрее выберешь, скорее всего, ты выберешь. Какой-то такой расклад, но он крутой, он обучается, сейчас его, его поединки, конечно, там, по боксу не выдались, но с Тайсоном Фьюрио достаточно уверенно поработал, вот, а так, мне Вадим Ньюков рассказывал, что, вроде как, есть такая раскладка, что больше чемпионов в тяжелом весе сводит, и, там, победители этих пар смогут подраться с ним, но я так понимаю, что, в общем и целом, на фоне боксерских коноравов, ему не интересно, наверное, что такое, плюс, он там, сейчас, он, он, добил поражение, не знаю, короче, я думаю, что ему, в общем и целом, не ошибка, интересно, знаешь, по играться. Но, с другой стороны, тоже не факт, что ему кого-то в боксе дадут, у него теперь-то рекорд 0-2, и это выглядит на бумаге не очень красиво. Да, но, надо мне забыть, что Фрэнсис Ганну, который чемпион в UFC в тяжелом весе, как бы вот такое-то. А за чемпионом UFC в тяжелом весе следишь за Томом Аспиналом? Да, невероятно крутой чувак, я так понимаю, что, быстро я увидел, во-первых, в жилу, я четко осознал, что габариты не главные, Миша, вот, он прям, он небольшой, он не огромный. Да, он не прям огромный, знаешь, там, типа, условно, как там Саня, или там тоже Серега, он не огромный. Он большой парень, да, он там, чуть выше среднего роста, но он такой стройный парень, очень быстрый, то есть он двигается как легковес, имеет навыки и вверху, и внизу, и вообще, очень крутой парень, очень крутой парень. За Том Аспиналом, это вот тот человек, ради которого я проснусь в 4 утра и буду смотреть поединок, да. Понятное дело, что, наверное, этот бой никогда не состоится уже, особенно учитывая сегодняшние новости про Джона Джонса. Но, ты слышал, нет? Я не знаю. Что там, типа, антидопинг, да, но он на барагозил, он, короче, был пьяный, сказал, что убьет их, пустит им кровь, там что-то страшное прям делал, вот в итоге прогнал. Если Джон Джонс встретится с Том Аспиналом, как ты думаешь, будет выглядеть бой? Ну, видишь, как, я так понимаю, что Джон Джонс взял характером просто именно предыдущего момента. Ганн. Ганн. Ганн, да. Но мне кажется, что Аспинал такого не допустим. Мне кажется, что это будет бойня, и, возможно, Аспинал голоднее, голоднее, или, как правильно сказать, в общем, мне кажется, Аспинал может быть здесь. Смотришь ли ты еще AC? Ну, просто ты не назвал никого, ты искал по лигам, AC еще смотришь? Конечно, конечно. Во-первых, 1-4 пояс, Фролов мне очень интересен, Артем Фролов мне очень интересен, да, Витрук, Борисов, если братья из маленьких своих одноклубников, Гончаров мне интересен, мне нравится, сейчас скажу, Бойко, мне очень нравится Бойко, кстати, но это не одноклубник, но Бойко мне нравится. Кто еще? Кто еще? Мне нравится. Вообще, на весе я смотрю, мне нравится. Я могу предложить. Давай. Мухаммад Вахаев. Не смотрю как-то, не смотрю, к сожалению, знаешь, это, и не из-за того, что это какой-то, возможно, знаешь, там, оппонент бывший, еще такой, я типа не буду смотреть, просто как не смотрю. Ну, типа, вот если в карте он будет драться, я обязательно посмотрю, ничего в этом такого. Я почему про него сказал, ты по-любому же должен был видеть с Пономаревым его бой. Да, тяжелый поединок в плане для Гриши, для здоровья, это, конечно, сложно сложилось. Он попал перед этим, не знаю, я думал об этом, что, скорее всего, наверное, Гриша делал вес, и минералы, витамины вымылись, и как-то, как мне сказалось, потому что 120, наверное, попасть к Грише, весит больше, чем 100 кг. Жалко, что так вышло, я болел, не могу сказать, что я прям такой, типа, что Гриша, с уверенностью знал, что Гриша победит, но переживал за Гришу, хотелось бы, чтобы он победил. И вроде как внутренне он был для меня фаворитом, но так вышло, такая травма тяжелая, на самом деле. Жалко, жалко, дай бог, чтобы он быстрее восстановился. А вы с Пономаревым общаетесь? Да, хорошо общаемся, мы виделись несколько раз в зале, даже спаринговали вместе, мы тренировались вместе, хороший парень, мне нравится. Просто у вас достаточно такая зеркальная обратная ситуация получилась, что, как я понял, то есть Гриша особо открыто это не комментирует, но такими полунамеками рассказывает о том, что вот в команде Федора он немножко не форматом был. Он на своей волне, такой веселый, молодой парень, который там любит, не знаю, грибы какие-то, приколы, и в команде Федора Емеляненко все строгие достаточно ребята, а ему больше там как-то московские вайбы ближе. А тебя, парни, который вроде бы в Москве долгое время провел, оказалось, что ближе староскольские вайбы, так? Насчет этого, мне кажется, что это какая-то внутренняя вещь, то есть, типа, что ближе. Честно сказать, коллектив Федора Тима меня вот прямо вообще нашел, очень приятные ребята, наверное, мне сложнее найти общий язык с московскими ребятами, чем с провинцией, такой глубокой провинцией. Вот, и... Не могу сказать, просто... Гриш, наверное, больше коммуникабельнее, что ли. Ну вот есть ощущение, что просто там в зале Федора, типа, не побалуешься. Ну вот, не знаю, слово как другое подобрать. После тренировочного процесса это присутствует, то есть, ты как начнешь тренироваться, становишься, что все ребята заодно. Где-то, возможно, шуточки, там, да, но этого после. То есть, сначала тренировочный процесс, потом... Я не могу сказать, что в стреле было что-то подобное, что мы там, условно, все нахихоньки-дахахоньки и ничего не делали. Ну, просто, прости, я перебью быстро, ну, просто, например, там, Александр Волков выглядит приколистым, да? Вот он прям такой веселый парень, очень... Ну, я не понимаю этого. Ну, окей, веселый так веселый. Ну, сапога, разного взгляда на него. Ну, что сказать? Я не вижу ни в этом плохого, условно, там, проводить время, там, веселья, ни трогать. То есть, всему свое время и, как бы, что нравится, просто делать, что нравится. Где-то, там, где-то можно позволить себе, там, ха-ха, а где-то нужно тяжело подругиться. Слушай, мне кажется, это прям такой важный момент была, твоя реакция на шутки Александра Волкова. Я просто, ну, слежу за его соцсетями, в жизни не знаю, действительно, как он шутит. Я понимаю, что ему очень много контента делает Бертерк, парень из Фейтера. Парень из Фейтера. А, Леша, да. Ну, реакция, да, Леша Лухарев. Но реакция просто была такая необычная, что была какая-то история, как он плохо над тобой пошутил или что? Нет, абсолютно никогда не было такого, но я четко понимаю, что, типа, там, юмор, там, сами мне близки. Там, когда все смеются, я, там, с корешем, там, словом, с Никитосовым крылом стоим и такие, а, ну, да. Смеется, ребята. Это, как бы, вообще не смешно. Ну, как тебе сказать, ну, Саша большая величина. Люди, которые находятся рядом, скорее всего, мы считаем, что не смеются. Это шутка. Большая величина, потому что он высокий тип. Ну, не только из-за этого, слушай. Это шутка, тупая моя. Да, да. Я понял. Я понял. Было. Ну, там, его поединки, его спортивная карьера, великолепная спортивная карьера. То есть, оно, там, кому-то, возможно, кто-то испытывает перед ним пиетет. Но ребята, кто, условно, в теме, все понимают, что, ну, что же, мы все одинаковые, там, все из мяса из костей. А есть какой-то боец, чей, не знаю, юмор, чьи вайбы для тебя прям заходят, вот, с которым ты в помещении находишься и смеяться хочется? Да, да. Никитос Хриллофрас. Виктор, видите, Колесник. Это вообще сумасшествие. Это вообще сумасшествие. Виктор, вообще, кстати, Кузня. Это в этом плане, там, Олег тоже. Тренер, это прям вообще. В Сичи были ребята, там, ну, вообще, Саня, Маслов. Ну, много ребят, с кем ты на одной волне, потому что, я так понимаю, знаешь, с чем это связано, что социальное окружение одно и то же, вообще социальное формирование одно и то же. То есть, там, типа, провинция какая-то глубокая, вот, и, там, одни районы какие-то такое, и, поэтому, там, близок, близок, на этой волне. Олег Попов, кстати, тоже юморист еще, тут Вадик Немков, вообще сумасшедший. Вадик Немков, Серёжа? Да, да, Вадим Немков, вообще, он пошутить очень, да, Денис Тюлюрин, вообще. Ну, Денис, да, Денис, это понятно. А вот, прям, Вадик Немков, мне даже интересно. Да, я любитель вообще поугарать, как бы, я любитель, потому что, надо понимать, что наша атмосфера, она такая, конкурентная и, ну, тяжеленькая. Некоторые моменты нужно, ну, да, ну, что-то, нужно, и морок нужен. Вадим, то, что Вадим, это можно вообще стоять и вот так до слез смириться. Я понимаю, что, наверное, сейчас будет очень сложно вспомнить, вот, если тоже меня, там, спросишь, там, скажи какую-нибудь шутку, какого-нибудь человека, я точно сразу же потеряюсь, но вдруг что-то из Вадима приколов, ты помнишь? Просто для меня, там, единственная классная шутка, которая непринужденно получилась у Вадима Немкова, про то, что он работает с гирями, но это все-таки Илья Андреев. С кем-с кем? Да. Работаешь ли ты с гирями? С кем? С гирями. С гирями. С гирями? С гирями, да. Слушай, не могу тебе сказать, давай это останется между мной и Вадима Немкова. Это прям, это прям серьезный юмор. Но это какой-то ситуационный, то есть, да, юмор? Или он анекдоты травит? Нет, он острый, он острый, то есть, в каких-то ситуациях он острый национальной принадлежности в плане того, что там, условно, мы сейчас были в Штатах, а Олег Попов с Калмыкии, ну, как, по-моему, родом с Калмыкии, и там, в эту сторону, там, какие-то вещи, ну, это приколы, то есть, это приколы, они добрые, но они прям-таки острые, клево-клево. Блин, теперь мне хочется послушать какие-то шутки. Скорее всего, нет, скорее всего, не послушать то, что это между своими, чисто. Как выглядит досуг вот сейчас в команде Федор Тим? Раньше вот тоже ходили, ну, слухи, и сам там Федор рассказал, что там любят в картишки поиграть, условно. А вот после тренировок есть такое, что там ребята говорят, там, давай сейчас там зайдем куда-нибудь, поиграем в карты, или такого нет уже? Я могу тебе сказать, как мы проводили досуг во Старом Осколе, там крайние две недели перед поединками. Мы играли в карты с Александром Васильевичем Мишковым, играли в карты, да, в Драчка, и, кстати, сейчас скажу, кто остался. Я и Вова Токов оставались стабильно, Александр Васильевич был всегда в играх. Мы с Денисом и с Ваней Играчевым ездили в игровой как-то, ну, поиграть. Компьютерный клуб? Да-да-да. Мы ходили куда-то в стейк-хаус, но покушать просто, ну, типа, понятно, что, наверное, даже первостепенное значение вкусно покушать надо отдавать. То есть, типа, это всегда первое, знаешь, там, где-нибудь вкусно покушать, для ребёнка спортсмен, надо всегда в тему. Да, что-то мы ходили покушать, игровуха, баня, что-то мы смеялись, там, гуляли. По торговому центру что-то лазили, там, ну, кстати, Оскол Калёвый город, мне понравился Оскол вообще-вощий. То есть, он такой интересный, там, передвижение по-другому. То есть, я, например, вот, будучи в Питере даже, я понимаю, например, как движение, там, на машине обстоит. А там всё через круг Осколе, большие такие дороги. Прикор, короче, мы хорошо проводили время, не было такого, знаешь, там, что-то сверхъестественного. Но были большие нагрузки, поэтому мы, в целом, достаточно большое количество проводили номера отдыхания. Я жил с Денисом, тем временем, вместе, и, опять, мне было очень весело, в принципе, даже в номере. А на что в Старомосколе играют в карты? У меня есть фотография. Кто дурак, кстати, Денису одевал её. Кто дурак, одевает такую шапку. Сейчас скажу тебе, знаешь, турецкого какого-то султана такая вот эта. У меня есть фотография. Она у тебя в открытом доступе или скинешь мне? Она в галерее есть там. А в Инсте есть? А, ну скинь мне, да, я просто про то, что в Инсте её нету, правильно? Да, там Инстаграм, конечно, нет. Да, скинь мне, я вставлю сюда. Да. Там Денис мне, если что. Почему я не удивлён? Ну, Денис, красава, в любом случае. А это несколько раз в любом случае. А в компы, когда вы ходите, во что играет 28-летний Сергей? Для меня открыли PUBG. То есть, ну, чтобы ты понимал, я очень хорошо играл достаточно в Counter-Strike Source. Сейчас контра ушла, там что-то, там CSGO или что-то сейчас. Вторая Contra-Office ушла. Как? Вторая, ну, Counter-Strike 2 сейчас. Ну вот, я отошёл уже от этого давно, но как бы я успел поиграть в Counter-Strike, на матче, там что-то, там пару каточек я сыграл. Ребята меня затянули в PUBG. Ваня, Грачёв и Денис Трювен. Я один раз Counter-Убил, а дальше всё. Дальше тупик. Я был в шоке, если честно. То есть, ну, вообще, то есть, как бы сама система игры, то есть, ты куда-то спускаешься, ищешь оружие. Ну, короче, такой себе. А в Counter-Убил всё равно я вернулся и хорошо поиграл. Хорошо поиграл. Да, PUBG и Counter-Strike. Они начали играть ещё в Dota, по-моему. Что-то такое намешает. А я вообще, для меня MMORPG вообще не близкие. И я продолжил, там, матч, чуть-чуть пострелялся и ушёл. Денис неплохо играет, Велик? Ну, в PUBG так же, как я. В Counter-Убил, не знаю. PUBG, он, я не знаю, сколько убил там народа. Но он не такой, не лидер там. Мы вообще втроём, короче. Мы типа закреплялись на месте, такая тема, как идти за игроком, чтобы высаживаться вместе. И мы закреплялись втроём. Мы там, Ваня показывали плохие результаты, а мы там, а мы с Денисом там что-то курили сторонки. Слушай, а какое было отношение других посетителей компьютерного клуба? Я просто почему спрашиваю. Я очень давно не ходил тоже в Компы. У меня недавно приехали друзья. И просто у нас появилась такая идея тоже сходить в Компы. И, во-первых, атмосфера сейчас другая, чем я был, когда школьником. И, блин, там дети так матерятся, короче. И мне самому уже не по себе прям стало. Я думал, что я получу, короче, там в какой-то момент. Нет, ну насчёт того, что мысли, что я получу, там точно не было. Но там много детей. И чувство небольшой дискомфорта того, что, типа, ты, что я здесь делаю? Ну, вроде нечего делать. Приходится находиться здесь. Что-то такое. Окей. Раз про возраст заговорили. Ты, ну, очень долгое время был молодым тяжеловесом. Но сейчас, кстати, тоже им, по сути, остаёшься. Ну, как будто да. Да, 28 лет реально для тяжа. Это вот вообще, как для другого веса, 22, предположим. Да. Окей. Но ты чувствуешь, что вот матереешь уже? Вообще невероятно. То есть я прям... Меня слышно, да? Ты просто меня завис. Я слышу тебя. Я прям чувствую, что я набираю физухи, набираю техники. Вообще чувствую мощь. Но это факт, что матерею точно. А есть какое-то ощущение, что там пик не за горами, условно? Или вот ты прям набираешь, набираешь, набираешь? Не думал насчет того, что пик не за горами, что-то еще. Стараюсь проживать вот каждый день в своей жизни просто в удовольствии, что я что-то делаю для того, чтобы быть успешным. И, в общем, в целом, получать удовольствие от того, что я делаю. Знаешь, очень важно. Это правда очень важно. Мы с тобой поговорили про тяжеловесов UFC, про тяжеловесов PFL и Bellator, про тяжеловесов AC. Хочется поговорить про тяжеловеса WAN Championship Анатолия Малыхина, трехкратного, ну, обладателя трех титулов. Трех титулов, чувак. Это ничего себе. Вот хотел с тобой как раз это обсудить. Есть две диаметрально противоположные точки зрения. Первая то, что это ничего себе. А вторая точка зрения в том, что, ну, во-первых, два титула в смежном весе, типа тяжелый и как бы тяжелый, а третий это типа 93. И два из поясов он взял все-таки у одного и того же человека до ридера. Но как тебе достижения Анатолия Малыхина? Невероятно суперски мощно. Наверное, все вообще, которые, возможно, слова я подберу. Это очень круто. Это очень круто. Это то ли гигант, то ли чемпион. Не знаю насчет, ты говоришь, то, что там вторая есть точка зрения того, что там два пояса у одного человека. Да какая разница? Просто чувак, парень из Сибири, завоевал три титула. Да обалдеть. В общем, это сумасоведить можно. Я прям горжусь им и горжусь тем, что я с ним тренировался, что знаю его. Настоящий чемпион, настоящий мужчина, который делает свое дело, несмотря на что. Ну и опять же, возвращаясь ко второй точке зрения, многие люди не совсем воспринимают ростер One Championship как конкурентный. Но вот у тебя есть опыт работы как раз с Анатолием. Насколько он хорош вообще? Вот ты когда с ним работаешь, сейчас ты в Старом Осколе, патроновас тоже там заслуженными топами России. И просто у тебя огромный опыт вообще конкуренции со всеми топами, мне кажется, из России. Ну как бы-то да. Слушай, насчет ударки я не могу ничего сказать, потому что мы как-то там споригали нам по две минуты, но там он на вторник в основном попал. Я могу сказать насчет борьбы точно. Что у меня было ощущение всегда, что он делает технические действия не на каком-то техническом арсенале, а на чульке, знаешь, то, что он был на опыте, что он был очень много тысяч раз в той или иной позиции и заставляет тебя грузиться, то есть там условно выходить или там выходить, освобождаться из тех или иных положений за счет своего веса и твоего веса. В общем, мне очень понравилось его чувство борьбы. Прямо очень понравилось. Я не могу сказать ничего, ударки ничего. Но борьба превословно. То есть он понимает, что он делает, просто чувствует это очень хорошо. где-то грузить, чтобы ты уставал. Клевал. Ну, чемпион, да. Я думаю, по скриптам у нас на самом деле прям хорошая беседа получилась. Но я думаю, что... Много тем еще оставим на следующее интервью. По скриптам мы поговорили... Обалдеть. А что еще раз? Что еще раз? Что еще раз? Это обалдеть. Ну, давай. Да, да. Ну, на самом деле, вот я всем всегда тоже говорю, что Сергей Белосиен один из моих любимых тяжеловесов. Серьезно? Да. Мне очень приятно. Спасибо большое. У нас, кстати, скоро тоже выйдет подкаст с Николаем Сотниковым. Он, кстати, такого же мнения придерживается, как и я. Реально, мы же давно за тобой следим. Ну, как бы это лезтью не звучало, прикольный ты тяж. Я помню, что когда-то даже мечтал, чтобы и Коля, и ты вообще взяли на интервью. И в какой-то определенный момент вы такие, типа, чувак, давай запишемся с тобой. Он такой напалдеть вообще. Когда-то смотрел, вот там. Клевое время, слушай, клевое время. Ну, а теперь мы за тобой смотрим. Обалдеть. Да, мы поговорили с тобой про действующих активных тяжеловесов. Но есть сейчас такое время, как вот тоже какая-то смена поколений, что ли, в ММА. Не такой вот все-таки старый вид спорта, достаточно молодой. Но вот сейчас я чувствую прям очевидно, что уже там одни тяжеловесы, ну, и не тяжеловесы, бойцы сменили других. И вот сейчас есть еще мир такого поп ММА условного. Есть Александр Емельяненко, есть там. Вячеслав Дацик, ты вот за подобным смотришь? Ну, нет, честно, особо не слежу. У меня вылазит в Инстаграм, бывает, там, какие-то интересные, что-то, какие-то приколы. Прямо, чтобы следить, вообще, точно слежу. Если брать какие-то поп ММА промоушены и понимаешь, что это примерно сценарий Дома 2, то есть у них даже есть свое лобное место. Мне не близко, честно. Не близко. Почему? Потому что я понимаю, что в большинстве своем за техническим арсеналом тех иных спортсменов стоит, ну, как бы, знаешь, как разговоров больше, чем у технического арсенала. Вот так. И поэтому как-то чуть-чуть не особо близко я такой. И я не могу сказать, что я ни одного смотрел. Я один смотрел турнир, меня позвали, смотри, выбираю наше дело, выводить спортсменов. Да, что-то такое. Я смотрел турнир, там были неплохие поединки. Причем были ребята потом, которые в ВСЕ дрались. Один, по-моему, был у меня, у него там был парень, который дрался в ВСЕ. Потом были какие-то там Зелимханы, что-то еще. Короче, я, честно, это не понял. Это движухи все, и все такие, вау, вау. Ладно, чуваки, надо забриваться, а думать, типа, я за классику, чувак. Я за классику, мне нравятся бои. Перед этим, да, возможно, кто умеет, если это органично смотрится. Я про разогрев, ты понимаешь, что, если это органично смотрится. Да вперед, конечно. Если ты умеешь разогревать, давай, говори, что угодно. Но если это там какие-то, как это, фары там, короче, не шарю, я за это вообще не нравятся. Ну, видишь, почти все имена зато знаешь. Да, знаю шару. Чувак, который просто бьет людей. Фару, фару, не шару, шару. Да, шар крутой. Фара, который просто что-то там бьет людей, там, без разбора. Нежданчиком, нежданчиком. Это фишечка, кстати. Это фишечка. Какие-то у меня там видео... А знаешь, что мне нравится, кстати? Я даже смотрел несколько нарезок. Это пахан. Пахан очень органично смотрится в своем образе. Он такой, типа, я здесь пахан. И все такие молчат, такие, да-да, ты здесь пахан. Это прикольно. Но это было в начале, а сейчас я так... Я, кстати, тоже не слежу, но слежу по инстаграму тоже мне что-то всплывает. Но я понимаю, что сейчас все ему говорят, я пахан, и они начинают драться постоянно. Блин, жестко. Я думал, что его, как бы, его титул по хана никто не оспорит. Я тоже не хочу лишнего сказать, потому что не могу сказать, что я прям пристально слежу, но, по-моему, сейчас постоянно с ним кто-то дерется, тоже его бьет из-под тяжка. Он кого-то бьет из-под тяжка, вот там такие истории. Жестко, жестко. Ну, я смотрю, честно, там что-то из ставки и грязи столько как-то. Я за спортивные больше, спортивные. Вышли два человека с каким-то техническим арсеналом, подготовились вперед, ребят, покажите нам все, на что он способен. А давай тогда по скриптам. Ты еще по любителям-то выступаешь, по армейке там, по... Слушай, я чемпион Кубка в жону силы Панте Маргелло этого года, поэтому надо давать должное мне. Так, Маргелло, когда в турнир одна гружонка я не попал, но выступаю по армейке, выступаю, не знаю. Сейчас будет чемпионат страны по армейскому боковашному бою. Вячеслав Анатольевич Думанин Сурунов меня пригласил лично. Президент Федерации меня пригласил. Я не попаду, скорее всего, потому что я отбил руки сильно, отбил ноги. Ну, правую ногу, отбил руки, отбил ногу. И, к сожалению, попаду в конце апреля, волон, вот это будет. А так, любительская история мне нравится. Это даже не то, что, значит, там, где-то медальки, не медальки. Понятно, что это контрольные средства и работы, да, медаль. Но любительская история, она, знаешь, как будто, ну, как будто с детства в сердце, что ли. Ну, я не знаю, поймешь ты или нет, но, типа, прикольно это. То есть, просто приехать и провести за несколько дней, там, несколько, там, 6-8 поединков, при этом понимая, что абсолютно разные оппоненты, абсолютно разных технических навыков и были готовы ко всему этому, сражаясь с самим собой внутри, это прикольно. И тогда пост по скриптам, я просто сейчас тоже еще о чем вспомнил, ты, что вначале, что сейчас сказал, что отбил руки и ноги от благого Иванова. Слушай, это он такой какой-то каменный или просто так вышел? Лишь, обалдеть, на самом деле. Голова, мне понравилось, значит, то, что я попал в там ауди, по мне, я попал неплохо, с правой, по-моему, руки его заболтало, и я пошел на добивание. И там спустя 2-3 удара, и он на меня вот так смотрит, вот прям цельным, здоровым взглядом. Я думаю, обалдеть, что-то взял, и что-то сделал. И потом несколько раз я попадал с руки по печени, и потом колено попадало по печени. И я слышал, типа, ну, ты понимаешь, да, про что я говорю, что, типа, вот, какой-то внутренний, внутренний, там, голосовый, типа, и я смотрю, а он дальше все равно идет вперед. Крутой, крутой тип, сделан из железа. Мы потом пообщались с ним, я говорю, слушай, обалдеть, ты реально легенда. То есть, ну, во-первых, начнем с того, что я в бои смотрел, когда выиграл второе первенство России по армейскому АКПШному бою, 14-13 год, что-то такое. То есть, я смотрел поединки когда-то, вот, а тут основное то, что, знаешь, там, за сколько боев он никто не тронул, не уронил, только, там, Саша его финишировал, и то болевым. Ну, короче, прикольно, знаешь, он, он прям титановый, то есть, по нему пьешь, даже, вот, если брать корпус, он выглядит не фактурно, знаешь, ну, попадая, по нему, там, с рук, ты прям вырезаешься, как в стену, знаешь, там, бух, бух, обалдеть, а что дальше-то можно пройти, там, нет. Окей, Серега, спасибо тебе за приятную беседу, наших подписчиков я хочу попросить подписаться на твои социальные сети, они появятся внизу экрана, также подписаться на социальные сети Вестника ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Ребята, следите за Серегой, еще раз скажу, что это хоть и маленький тяжеловес, но с очень большим сердцем и с бомбами в руках, за Серегой слежу давно и не жалею. Благодарю всем, здоровья, спасибо большое. Спасибо всем, кто смотрит наше видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, IC, PFL, OneFightNights, RCC, Niza и многое другое, постим самые свежие анонсы из мира ММА. Также подпишитесь на наш Instagram-канал, где мы проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайды с турниров. Еще у нас есть ВК, у нас есть еще и Дзен и много чего другого, все ссылочки будут в описании к этому видео. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите, каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен, мы на все отвечаем, все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально, также реквизиты у нас в описании к этому видео, спасибо вам и до скорой встречи. Будут в описании к этому видео, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите, каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен, мы на все отвечаем, все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально, также реквизиты у нас в описании к этому видео, спасибо вам и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok